В Москве посреди белого дня сотрудники полиции, отдела Левыбережной, избили трудового мигранта из Таджикистана, Фархуджона Солихова. Немного досталось его брату, кстати, российскому гражданину. Как заявляют братья, полицейским не понравилось то, что их снимали на камеру, и они решили проучить строптивых мигрантов, применили силу, доставили их в отдел. Объяснили это тем, что они зарегистрированы в Подмосковье. Зачем вы его бьете? Я вам еще раз говорю, зачем вы его бьете? Сами братья Солихова живут в ста километрах от столицы. В Москве им необходимо было забрать запчасти для автомобиля. Они предположить не могли, что обычная поездка в магазин обернется для них целым приключением, да еще с применением насилия. Командир, вот смотри, у меня документы все в порядке. Даже не смотрели документы. Карманы положили, давай садись. Он за машиной ушел, закрывает дверь. Потом меня начинает бить. Он пришел, сказал, за что ты бьешь? Уже в отделе Фархуджон потерял сознание. Ему вызвали скорую, которая, правда, не стала его госпитализировать. Поняв, что дело запахло жареным, сотрудники отвезли мужчин к врачам, как им объяснили, для фиксации побоев. Однако никаких документов с медосмотра на руки не предоставили. Позже братья сами сняли побои, уже в независимой частной клинике. Начали по карманам лазить, его за шкирку вытащили с машины. Он говорит, дайте документы, а я, ладно, с вами в отделение поеду. Начали, они его за шкирку таскать. Ему документы не давали. Пока патрульную машину таскали, его избивали. Ну, так более-менее, у него под глаз шишка была, генетом или как там. Я пока заявление писал, он ходил, туалет что ли попросил, я не знаю, я занят был своим делом. Он ходил в туалет, обратно вышел и упал в омах там, прямо. В итоге мужчин отпустили домой, правда, выписали штраф за мат в общественном месте. Мы позвонили в тот самый отдел Ливобережный за комментарием. Нам ответили, что делом сейчас занимается Следственный комитет. На вопрос, допущены ли сотрудники, проводившие жесткое задержание к работе, комментировать отказались. Ну, что-то грозит сотрудникам за такую, какая-то проверка? Ну, пока проверяется, конечно. А, а кем, не подскажете? Ну, Следственный комитет, наверное, проверяет данную информацию. Они продолжают работать? Или не могут такую информацию сказать? А не могут сотрудников? Конечно, не могу. Есть же общая практика какая-то. Ну, я думаю, что есть какая-то общая практика. Секретная информация. Ну, не могу я про сотрудников информацию говорить. С момента задержания дело находится под контролем правозащитников. Сейчас собираются все необходимые документы для обращения в суд. Согласно закону, если нету никаких ориентировки, сотрудник ППС не имеет права останавливать автомобиль, двигающий автомобиль или стоящий. Если нету ориентировки на этого автомобиля или на лица, находящихся в этом автомобиле. Но, к сожалению, когда они проезжают мимо и смотрят, что какое-то лицо как бы не русское, да, там, скажем, грубо, да, так как бы, и они их прижимают, дают сигнал или там звуковой, или голосовой, что прижмите с обочины, останавливайтесь и начинают проверять. Потерпевший намерен обжаловать штраф, а также готовит иск к применившим силам полицейским о превышении служебных полномочий.